Жилье молодым педагогам Весной прошлого года Наталья Ковалева стала участником госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых учителей. Мечта о собственной уютной квартире стала реальностью. Вот одна наша комната, диван, стол. Больше пока у нас особенно здесь ничего нет. Теперь у моей дочери есть своя собственная комната. Я так понимаю, что это пока что начальная стадия обустройства вашей квартиры? Да, конечно. Мы живем здесь только второй месяц и все еще планы у нас впереди. Двухкомнатная квартира в спальном районе города, да еще и с живописным видом из окна. О таком Ковалевы даже не думали. Обычную вот ипотеку от банка, мы думали об этом, но путем расчетов мы просто понимали, что мы такую сумму не сможем платить ежемесячно. А здесь у нас, в принципе, получается не так много, не намного больше, чем мы платили за съемную квартиру, аренду. Поддержка государства в приобретении жилья существенная. Молодой педагог берет ипотечный кредит. Первоначальный взнос не более 20% от суммы займа. Оплачивает областная казна. 20% на первоначальный взнос от стоимости квартиры. У нас это получилось 257 тысяч. Потому что так мы, конечно, бы не решились на ипотеку. В этой программе и проценты поменьше, 8,5%. И все-таки эта субсидия тоже имеет значение. Чтобы стать участником программы жилища, учитель должен иметь стаж не менее года. После получения социальной выплаты педагог обязан отработать еще 5 лет. Только в 2012 году на реализацию программы из бюджета всех уровней было направлено более 20 миллионов рублей. Материальную поддержку от государства получили 23 учителя. Ирина Шашкова, Владимир Придворов, телеканал СЕИМ.